Меня зовут Екатерина. Сегодня мы с вами сделаем композицию в весеннем стиле, в небольшом кашпо, выполненном из натуральных материалов. Будем использовать такие инструменты сегодня с вами, как фаристический секатор. Он у нас на пружинке, поэтому немного будьте осторожнее, не зажать случайно пальцы. Будем пользоваться сегодня с вами шпажками для того, чтобы цветы лучше фиксировались в фаристической губке. И также будем сегодня использовать с вами проволоку фаристическую. Она обычно бывает разной толщиной, но сегодня будем пользоваться толщиной 0,6 мм. Также нам будет необходим фаристическая фена или оазис, как по-другому называют его. Он используется для того, чтобы цветы питались водой, а также для того, чтобы можно было фиксировать цветы в определенном порядке, как нам необходимо. Использовать будем сегодня еще фаристические ножи для того, чтобы мы могли вырезать форму нашей фаристической пены под форму нашего кашпо. Из цветов, что мы сегодня используем, мы используем с вами все весенние практически цветы, гиацинты. Очень ароматные, очень стойкие цветы. Они бывают разных цветов, но сегодня я предлагаю вам использоваться более нейтральным нежным оттенком гиацинты розовым. Также мы можем вот в этой вазе с вами увидеть альзиантусы белого и такого вот фиолетового оттенка. Тоже достаточно стойкие цветы. Более мелкие цветы это лимониум и желтые шарики это краспези. Вообще все цветы в композиции в данной очень стойкие, потому что это влияет на потом жизнедеятельность на позиции нашей. Потому что если какие-то цветы в процессе отмирают, то либо это надо удалять, либо, допустим, они просто не очень хорошо выглядят. Когда все цветы примерно одинаковую жизнеспособность имеют, это как-то упрощает использованные композиции в дальнейшем. Также у нас есть тюльпаны, тюльпаны и нарциссы желтые. Нарциссы мы с вами будем раскрывать, это они в закрытом состоянии. Для того, чтобы их открыть, нам необходимо будет все листочки отвернуть. В закрытом состоянии они, в принципе, не очень красивые. Такой вот точек у них с непонятной фактурой. Но если мы их раскроем буквально по каждому лепесточку, то они заиграют уже в полную силу. Артиссы мы будем использовать вот в таком виде, то есть не в закрытом. Но по материалам и по инструментам я вам все рассказала, можно, в принципе, с вами поступать к самой работе. А это из чего, получается? С самого кашпот, получается, идет основа внутри из подного картона и сверху идет намотка из мха стабилизированного. И еще идет сухоцветы. Внутри еще есть каркас металлический из проволоки. Ну, кашпот покупное, но, в принципе, изготовить самостоятельно, если есть стабилизированный мок, в принципе, возможно. Стабилизированный мок сейчас не очень, в принципе, сложно найти. Также на флористических где-то магазинах они поддаются по килограмм, примерно, в любую... То есть в лес не надо, опять же, не поддаются. Стабилизированный именно. Обычный мок можно использовать в композициях. Единственное, что так намотать аккуратно, обычный мок не получится. Но обычный мок используется в композициях. Можно, допустим, вместо зелени его использовать. Еще красиво, натуральных такой, натуральных композиций его использовать. А то у меня подружку без... Это не будет. Это собирает. За кашпот. Есть каждый себе кашпо. Есть кашпо в форме кружечки. Есть кашпо в форме... Так, можете отложить это взять. Есть кашпо в форме... Крестовичек. Начнем мы с вами с размещения флористической губки в нашем кашпо. Чтобы его разместить в нашем кашпо, нам необходимо будет нашу флористическую губку с помощью ножа аккуратненько разместить, вырезать для начала. Я буду вам отразделять, потому что этой половиночки кирпичика будет хватать для того, чтобы разместить в наценном кашпо. И все вырезает сухой, и затем его замачивает. Тут, наоборот, сначала замачивает губочку, затем ее вырезает. Пожалуйста. Он как должен быть? Целиком? Он должен быть, да, заполнение должно быть целиком, поэтому вариант с кирпичиком вырезания именно кирпича нам не очень подходит. Угу. Перейдите, пожалуйста. Так. А не было криминать удалось? Креминать не нужно. Смотрите, вы немножко поторопились, решили разрез пополам. Это очень легкий способ, но не очень действенный. Объясню почему. При расположении вот таким образом кирпичика вы можете посмотреть, что у нас не вся площадь покрыта непосредственно оазисом. И там, где ножка ствола цветка у нас попадет не в оазис, а просто в пустое место, там просто не окажется воды. Поэтому нам необходимо все-таки полностью все пространство заполнить нашим оазисом. Для этого мы примерно верхний диаметр прикидываем на глаз, сколько он у нас занимает места. Ну, я делаю это тоже на глаз, на самом деле. Просто очерчивая ножиком силуэт верхнего диаметра кашпор. Но у вас так можно, да, потому что у вас все-таки другая форма кожечка. У нашего кашпо есть небольшое сужение, поэтому верхний диаметр будет все-таки больше, чем нижний. Добавляем герпо. У нас будет также использоваться сегодня зелень пистаж, она ароматная, специфическая такая пряная, мы ее будем заполнять ей в густоке нашей композиции. У нас еще не подреждаю, да? Окей. У нас все тоже есть. Хорошо, не могу? Угу, сейчас сделаем немножко. Вон, вся вода будет у вас свежая. Кто-то может сделать круглую композицию, кто-то наоборот с выпадами более свободной стилистики. Это как раз таки вот на данном этапе мы будем с вами определяться. Каким образом мы будем делать? Мы берем веточку писташа и делим ее на небольшие части. Если у нас будет круглая композиция, то части примерно должны быть не больше 7-10 сантиметров. С секатором, с помощью секатора мы по принципу ножниц работаем. Что там, сколько сантиметров должно быть? Ну, 7-10 сантиметров, не больше. То есть вы сейчас можете себе нарезать зелень. Сейчас просто нарезаем кусочки зелени для работы, чтобы было удобно работать. 7-10 сантиметров? Да, не больше. Если вы планируете сделать какие-то выпады, допустим, более свободной формы, то там можно сделать и побольше. Я чуть пока вообще не представляю, как представить. Ну, вообще, весенняя тематика, она более свободная, поэтому нет каких-то определенных правил. Если бы у нас были какие-то строгие каноны... Можно вас поотрезать? Да, конечно. Вы просто делаете заготовочки. Можно, допустим, не только одиночные веточки, допустим, вот такие вот, но вот такие вот густовые тоже. В принципе, они тоже нам пригодятся. Часть веточки, которая будет входить в наш оазис, она была без зелени. Если у нас окажется зелень на уровне соприкосновения с оазисом, то веточка не закрепится. Вот так почистить, да? Да, и почистить вручную. Примерно сантиметра три. Душу количество заготовок веточек, предлагаю вам эти веточки разместить в оазисе. То есть, мое кашпо примерно по диаметру составляет примерно 10 сантиметров. Я буду вводить диаметр примерно на 5 сантиметров больше. То есть, соответственно, моя веточка должна не вот таким вот образом сидеть в кашпо, а должна более свободно выступать как бы из кашпо. Под наклоном. Под наклоном. Вводим, да, под наклоном. Под определенный диаметр, потому что весенняя тематика, она более свободная и можно вообще как-то не привязываться к диаметру. Хотя, вот новая тенденция в флористике, это более свободная. Спасибо. Тут есть еще кустик. Добавляем кустик. Не сможет повторить. Здесь уже обычно делают срез остренький, но касаемо земли здесь уже нет принципиального правила, потому что земля очень стойкая. Косой срез делают для того, чтобы цветы дольше стояли, чтобы площадь и соприкосновение с уазисом было больше. Добавляем кашпо, пока можете из этих кашпо набирать себе цветы. По два гиацинта, два джурпана и по одному нацицу. По два гиацинта. По одному нацицу, по два гиацинта. А нарциссы, нарциссы это вот эти? Да, да, да. И по два гиацинта. Как теперь определились с ними? На какой расцветке открываются? Ну, мы с вами в любом случае будем их открывать. Ну ладно, давайте закрыть их, потому что уже еще они не ждали. Так, а гиацинты вообще тоже любые, да? Любые. Любой расцветки, да. Полагаю, вот эти цветы. Так, сейчас гиацинтус достану. Достану сама, потому что цветы немножко ломкие. Гиацинты. Гиацинтус, да. По одному гиацинтусу у нас есть белый и синий на выбор. Не фиолетов, точнее. Они по-разному называются. Так, кто будет непосредственно темным оттенком работать? Белые вы тоже сами достанете. А на вас? Ой, осторожно! Осторожно, сейчас... Сейчас сломают. А по сколько убрайте? По одному, по-люми. А если бы... А пожалуйста. Это один. Это один. Это белый, пожалуйста. А вот этот все. А сейчас что-нибудь будет? Белое. А белый хатинка больше не будет. Вот мне вот этот белый не будет. Беда? Нет. По одному лимонюму. По одному лизиатусу у нас. А вот это что? Тормашка? Это краска желтая. Переходите, пожалуйста, по одному. Вон не дело. Я всем передавала. И кроспезию можно так же сразу взять по одной кроспезе. А мне это нравится. Есть, что хочу сказать. Гиацинты. Необходимо очистить от зелени. Если у кого-то гиацинты в зелени, как у меня. Полностью мы снимаем всю зелень. Всю листву. Также листвы не должно быть внизу. То есть если мы какую-то листочку подначально порвали и осталась часть листка, то лучше всего убрать. А вот такой тоже можно испортить? Такой тоже можно испортить. Это не полоцентный гиацинт. Ну вот такие девчонки называли. Гиацинт. У гиацинтов очень мягкий стебель. И если мы поставим его в таком виде, он может у нас через некоторое время просто упасть. Поэтому для того, чтобы его все-таки расположить, мы его зачищаем полностью от земли. Для того, чтобы его расположить в нашей композиции, мы должны его немного срезать. Примерно на... Ну, нам рост гиацинта примерно необходим от 10 до 15 сантиметров. То есть если вы не делаете, вы тоже можете его поставить в композицию. Единственное, что гиацинт нам необходимо будет проткнуть шпажкой. Потому что у него внутри очень мягкий ствол, и он может потом, да, просто поникнуть. Для этого мы острой и страной шпажки сначала обрезать. Сначала обрезаем гиацинт. Под углом можно, то есть угол, в принципе, чем острее, тем будет лучше. Ножом гиацинт, можете сами посмотреть, режется не очень хорошо. Но если у кого-то получится, то он замечательно. Я уже обратила, можно? Можно, да, сетапина. Шпажки, да. Куда нужно протекать-то его? Внутрь, да. Мы острой стороной шпажки вводим в середину ствола гиацинта. И аккуратненько ведем, левой рукой мы помогаем, и не даем шпажке проткнуть гиацинт насквозь внутри. Чушечка гиалерная работа. Потихоньку можно даже вкручивая. Прям до конца, что ли, надо? Как только вы чувствуете, что упирается наша шпажка, она упирается в основном в соцветия, то, в принципе, можно остановиться. Дальше гиацинт уже не будет падать и терять форму свою не будет. Так необходимо будет сделать с двумя гиацинтами, которые у нас имеются. А лишнюю шпажку отрежем? Лишнюю шпажку мы отрежем, но единственное, что оставьте примерно сантиметр шпажки, чтобы шпажка дает дополнительное сцепление с уазисом. Поэтому, если мы ее оставим примерно на сантиметре, ничего страшного, и не занимаемся. Вообще достаточно. Дальше можно дальше делать. А дальше штампы. Второй гиацинт точно так же мы делаем. У меня гиацинт один будет полуднее расположен, повыше, другой гиацинт будет расположен покороче. Цветы одного наименования на одинаковый уровень не располагайте, потому что более синий, а позиция свободная. И в природе, в принципе, цветы растут на разных высотах, поэтому лучше их располагать так же на разных высотах. Кто с гиацинтами закончил, можно, в принципе, их располагать на уазисе. Цветы, более крупные цветы мы располагаем на нижнем уровне нашей композиции. Более легкие цветы, допустим, как проспедия, мы будем располагать уже на более высоком уровне. Легкий и нелегкий. Смотрите, пожалуйста, легкий это вот этот легкий? Гиацинт, как правило, наоборот, тяжелее смертельный. Именно по структуре. То есть он более наполненный, он более плотный по структуре, поэтому его, наоборот, вниз. То есть мы один гиацинт обязательно занижаем, пониже располагаем. Второй гиацинт можно сделать повыше, чтобы наша композиция смотрелась гармонично и выше. То есть один гиацинт у меня будет располагаться на этом уровне, второй гиацинт примерно в другое направление будет расти. Шпажку можно подкоротить, даже если, допустим, вы чувствуете, что гиацинт у вас недостаточно подкорочен. Даже со шпажкой его можно подкоротить. Просто вводить уже будет немножечко сложнее. Для этого, возможно, понадобится вам сделать небольшое отверстие в уолюсе. Зинч. Нет, не попали. Зинч. Не вводится до конца, что что-то мешает. Это, как правило, ствол. А он должен до конца? Нет, не до конца. Примерно сантиметр, полтора сантиметра он должен вестись в оазис. Но просто, допустим, сам ствол гиацинт, он мягкий. Если он заминается, то он не дает вообще войти в оазис. Отлично. Теперь предлагаю разместить в нашей композиции тюльпаны. Нижнюю часть тюльпана, которая будет отводиться в оазис, также необходимо очистить от зелени. Но всю зелень снимать с тюльпана не нужно. То есть верхнюю зелень лучше оставить, потому что она все-таки его и поддерживает, не даст за него упасть, потому что тоже здесь ствол может быть немножко мягкий. Подрезаем также на высоту для вас комфортно. У кого-то повыше получаются композиции, у кого-то пониже. Поэтому, если, допустим, у кого-то высокие композиции, то можно, допустим, некоторые... Тюльпаны 2, потому что какой-то ниже положить, какой-то повыше. Тюльпаны без шпажек, да. Тюльпаны у нас уже наполнены водой. Обычно тюльпаны приходят к нам в пачках, они с очень мягким стволом, и им необходимо некоторое время для того, чтобы наполниться водой, для того, чтобы ствол все-таки стал твердым. Так, секундочку, что надо взять у тюльпана? У тюльпана нижнюю зелень убираем. Вот это, да? Да, там ручками можно оборвать. Верхнюю можете поставить. Да, можете так подрежать. Пусть у нас такая, да. Да? Можете видеть, что сорта тюльпанов у нас тоже разные, и особенности по их росту тоже разные. Желтые тюльпаны, допустим, из композиции, они вырастают быстрее всего. Сегодня, допустим, вы расположили композицию около солнца, солнце ушло, композиция осталась в неизменном виде. Но когда вы порастетесь утром, уже тюльпаны все могут смотреть в сторону солнца. Потому что тюльпаны растут в сутки примерно на сантиметры. На два некоторые сорта, как желтые, допустим, даже могут на 3 сантиметра подрасти за сутки, даже при условии, что они не находятся уже в живой среде. Они продолжают расти, продолжают развиваться, поэтому желтый сюда не нужен, да? Да. Можно раскрыть нарцисс. Нарцисс мы раскрываем по лепесткам. То есть мы можем здесь увидеть, что некоторые лепестки находятся в первом ряду. То есть сначала мы открываем их, и затем уже внутренние ряды, чтобы не повредить лепесточки. Просто мы тянем получается лепесток и его выворачиваем. Можете взять такой раз вот такие. А он сам потом дораскрывается, да? Он потом дораскрывается и дозреет. Еще что еще нужно? Большой лепестки уже раскрыть. Вот этот вот элементарь полностью закрыт. Его даже немножко и расслеит в кончике еще. Его как так же резать? Такой же, наверное, или куда-то в глубину выложить? Нарцисс вы можете расположить и сверху, и внутри. То есть его будет интересно разглядывать и стороной, и внутри. Вот смотрите, если у вас сейчас уазис плотно забит, то он держаться не будет. Его надо будет на шважку ставить. Если уазис у вас еще там есть место, куда воткнуть, то он вполне свободно будет стоять. Ну, вот все-таки сверху расположу на шпарочку. Здесь все гораздо легче шпажку воздушить. Потому что... Затем будем с вами использовать лизянтусы. Они растут у нас кустовым способом, поэтому его очень легко будет разделить на части. Прямо по веточкам можно смело его делить. Как он растет, как мы его переспетили. Прямо по веточкам. Здесь уже ствол твёрдый, поэтому и тонкий, что немало важно, поэтому он будет без шпажек свободно входить в наш оазис. Их прям вот по варной. Получается, как вот их здесь делить? Да, вот как они есть, тут фиолетчик. Вот такая липочка у вас. Давайте с нами заменяемся, он надо белый, но кому нет, до фиолетового. Ну, пожалуйста. Лизочки лизянтусы тоже располагаются все на разном. Вот, лизы. А это тоже очищать, когда для меня туда складали? Я то лизство убираю. После того, что мы располагаем, нельзя бусы. Проспезию лучше располагать не в эркоп, потому что она будет с таким ярким ацетом. Следующий цветок, который у нас остался, это лимонный. Его мы также делим по веточкам. И как бы им я рекомендую все-таки заполнить пространство внизу, которое у нас осталось свободное. Чтобы сильно не забивать его зеленью, можно заполнить лимонным. То есть его располагаем пониже, поближе к основанию нашей кашпоры. В преддверии восьмого класса, хочет видеть, наконец, весны и лимонных морозов. Раскладывается полноценная картина расположения нашего цветка по кашпору. Единственное, что сейчас у нас остались небольшие пустоты, и я предлагаю вам эти пустоты заполнить импровизированные цветами. Ну и очень часто зелень, которая у нас остается от цветов, мы ее используем повторно. А я ее выкинула. Почему страшного? А вот это-то куда я просушила? Наше лимонное кашпор. Зелень от гиацинка, от нарциссов будем использовать с вами. Гиацинковые розочки вместе с вами. Сейчас я вам покажу, как она должна быть. Уже иногда у меня не получается только с первого раза. Сделайте достаточно плотно, а серединка должна быть плотной. Скручиваем примерно как проводочные. Такой же формы, кругленькая. Вовнутрь, да? Да, но жесткие части листвы надо будет все-таки удалить. То есть белая часть, она пожестче, она закручиваться не будет. Самое интересное, это уже когда мы розочку приготовили, мы ее протыкаем. протыкаем мы проволокой таким образом, чтобы наши концы скрепились. У меня один конец ушел. Поэтому я могу взять еще одну проволоку и скрепить с другой стороны. А этот, вот, забыла уже, что это. Ее просто по центру куда-то, да? Ее можете вывести чуть-чуть повыше нашей композиции. Теперь давайте пошагово с вами скрутим все-таки наши розочки. Кому-то зелень нужна еще? От гиацинтов или от нарциссов? Ну, не от нарциссов. Попробуйте от нарциссов. А они так же скручивают? Скручивают точно так же, да. Зелень мы располагаем лучше в два листочка. Сложить рядышком, чтобы сразу толщина розочки у нас была потолще. Проволочку, да, конечно. Отличная розочка. Можно мне тоже проволоку и кисточку дать. Проволочка. Есть одна аксесса. Гиацинтовский поезд. Все. Их порезать надо, да, вот эти? Жесткую часть мы убираем. Жесткую часть, это белая часть. То есть дальше она уже больше может подастся. И потом лучше с узкой части начинать. Начинаем закручивать. Главное, чтобы серединка у нас была плотная, потому что там у нас будут сходиться проволочки, чтобы не было линии, точнее, наоборот, проволоки. Сколько я делаю? Две-три, не больше. Ну, в принципе, можно и маленькие. Так, а проволочкой как-то протыкать? Сейчас покажу вам. Одну проволочку мы закрепляем, где наши концы сходятся. То есть там, где наши концы находятся, недалеко от них, мы протыкаем насквозь через серединку, чтобы прошла сложная. Вот у меня с первого раза, опять-таки, не в серединку, потому что листы нарциссы, они немножечко жестче. Вот так? Да. Все, да? И проволоку мы, получается, соединяем концы и ее скручиваем. В серединке композиции очень часто используются такие экранизированные цветы и зелени. Потому что сочность в зелени гиацинтов и нарциссов, она все-таки дает некую пикантность композиции. Интересно разглядывать на вашу композицию. Лишние концы мы с вами удаляем. И протыкаем еще одной проволочкой, чтобы дополнительно сфиксировать. А вот так же или уже в другой стороне? С другой стороны получается, примерно под 90 градусов, чтобы помочь. А, дальше вторую проволоку здесь, да, или так? Да, под 90 градусов, то есть, чтобы они сошлись внутри, крест-напрест. Так, вот мне сейчас ее куда вступать? Куда? Да, все верно, вот примерно вот в этом месте. Куда, да? Да? Все, да, и соединяем. Да. И такие, конечно, как цветочки. Так, две-три штучки, да? Можно больше? Вы знаете, потому что они не будут сточиваться. Можно, конечно, сложиться. Тяжело. Ну, с нартицами есть возможность все сделать более аккуратную ручку. Угу. Можно сделать больше розочек, если, на ваш взгляд, требуется больше. Раз話. Тяжело. Размешан. С tee. Размешан. Размешан. Тяжело. Дома, в принципе, летом сможете представить что-то аналогичное, потому что летом, может быть, есть какие-то цветы на даче, или полевых цветов можно собрать. Единственное, что вам понадобится, это непосредственно оазис из этих инструментов, а так можно дома обойтись с домашними инструментами, тем же обычным кухонным ножом. У меня, естественно, в кашпо. С третьего раза они получаются очень симпатичные. Белая такая ущербная. Даже у меня, я их тоже достаточно много не делала. Моя первая ручка попала. Тоже красивая. Это нормально. Да, конечно. Дальше. Закрыть наш оазис зеленью, если есть еще место. Или сейчас я дам мок. Можно пол поработать немножко. Дальше. 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 Зеленью обработать для того, чтобы не было видно оазис. Соответственно, правилам оазис видно не должно быть. Но хотя бы все-таки мы можем поработать с мухом. Мухом мок натуральный. Он немножко суховат, поэтому придется с ним повозиться. У нас есть вот такой кусочек. Большой достаточно. Для того, чтобы его расположить в нашем кашпо, этого кусочка много. Мы всю черную часть муха мы срезаем. И уже непосредственно маленькие части муха мы можем расположить в нашем кашпо. Вот поднимаем ствол и закладываем просто его между двойцом и стволом для того, чтобы он там немножко скрепился. Я хотела, чтобы он у меня пухленький был. Он у меня какой-то вытянутый. Он туда внутрь засунулся. А для того, чтобы объема добиться сейчас? Нет, нет. Я хотела, чтобы он у меня такой пухляш был. А он у меня нет. А он у меня как будто вытянулся вот сюда. Вот видите, как у вас в клинике. У вас более высоко расположены цветы. Вы можете, допустим, тюльпан немного ниже расположить. Вытащить его сейчас. Его можно вытащить. То есть, если у вас по вашей композиции немножечко другая затея была, то можно исправить, в принципе, всегда. Единственное, что вам надо рассчитывать, если у вас уазис сильно повреждет, то вы можете как бы рискнуть или потом можно ему, в принципе, не оботкнуть. Некуда будет. Да, конечно. А когда нужно получается раскладывать? Мы просто кладем сверху? Мы его просто кладем, да, сверху, между листочками. Если у нас есть какие-то большие кусочки, и мы видим, что он не держится, то тогда нам надо будет его пришпиливать. А еще вот зелень вот эта где добавите? Зелень можете вот взять? А можно мох не добавлять, да? Можно мох не добавлять. У вас, кстати, достаточно все закрыто, поэтому мох уже не так можно. Цветы, если хотите, можно, да. У вас будет плотнее композиция? Вот можете тюльпанчики взять. Это нарцисс, можете это тоже взять. Теперь необходимо сделать шпилечку металлическую. Для того, чтобы ее сделать, мы из проволоки, да, небольшое количество проволоки обрезаем и сгибаем проволоку в форме шпильки. Мы втыкаем непосредственно в мох. Когда чувствуем, что шпилька упирается, можно остановиться. Мне вот две шпильки необходимо. Убирайте с помощью секатера, чтобы он был у вас немножко потоньше и как бы цвет не грязный, а чисто серый. И потом, как просто, оттекаем, да. Помыем его еще шпильчиком. Вот, как хорошо. Вот. Мне вот тоже тюльпаник необходимо пониже расположить. его вы просто раскладываете и затем если какие-то кусочки не держатся мы фиксируем проволоку на прямых солнечных лучах ставить необходимо более прохладное место не ставить на сквозняках около фруктов не располагать цветы потому что фрукты выделяют определенные вещества на которые цветы реагируют завидание поэтому вариант если мы поставим красивую вазу с фруктами и рядом вариант расстановки букета в красивой вазе тоже не подходит надо отдельно только от друга каждые два дня мы проливаем нашу композицию между цветочками как обычные комнатные цветы можно из бельки можно из кружечки как вам будет удобно поливаем водой комнатной температуры единственное что у нас оазис небольшой поэтому воды необходимо не очень много если мы видим допустим что тюльпаны у нас выросли за несколько дней можно его достать подрезать обычным ножичком и воткнуть не в то же самое место а рядышком то есть примерно миллиметров двух-трех от предыдущего места я получил немножко такая воздушная композиция много воздуха у меня была идея что это должна быть какой-то природный такой имитация природного объекта возможно где-то когда-нибудь вырастет наглядка вот муха достаточная или что да достаточно вот в этом месте закройте если где-то чувствуем что мок у нас не держится при малейшем сопровождении допустим у нас мок куда-то может свалиться мы можем его пришпилить поэтому если мы чувствуем это лучше сделать по мере увядания каких-то цветов можно просто их удалять из композиции у нас основы из зелени и таких цветов допустим как лимониум а это все-таки считать сухо цвет она останется поэтому можно даже какие-то другие цветы вводить если будут сейчас конечно не очень сезонно скажем период удачный можно что-то похожее сделать оазис его невозможно заменить то есть мы можем только один выбросить и поставить на ухо все то есть без уазиса никак если мы там расположим воду то букет уже так держаться не будет это будет не композиция это будет уже просто связанные цветы они форму держать такую как нам необходимо не будет но если за окном не весна то в душе точно проснется весна а